Ну что, всем огромный привет! С вами снова я, Кирилл. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Сегодня я с вами хочу поговорить о ароматах, которые будут вам давать спокойствие, умиротворение. И все в этом духе, которое вы можете носить дома, на улицу, с собой, которые будут вас успокаивать. То есть, знаете, такие ароматные, успокоительные. Поняли? Поэтому оставайтесь со мной, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, телеграм-канал. Ну а мы с вами давайте потихонечку начинать. Ну и не забывайте пользоваться моим промокодиком 10квасе на сайте Рэндэву. Вот он действует на весь ассортимент. Берите мои аромабоксики, ароматы с ой, эффектом. Вот тут мои любимочки из восьми ароматов, которые вы будете струячить на себя. И тихонько офигевать. Ну знаете, конечно, красота страшная сила. Вот мне тут недавно написали, но я считаю это листью. Вот видео под уходом мне написали, что, боже, у тебя такая кожа хорошая. Я такая, ой, не пизди. Вот, ну не знаю, лучше типа кожа стала или нет. Ну вообще, девочки, вы заметили, это такая красивая стала у вас. Такая прям это королевочка. Вот я в последнее время дома хожу в такой вот льняной пижаме. Это лен, хлопок. Он такой сжатый, фактурный материал. Смотрите. Такой вот. А сверху накидываю шелковый халат. Это то есть такой шелк-шелк-шелк. А вот этот материал, он тоже шелк, но это совершенно другой фактуры. И это так красиво. А как такая, знаете, Граф Дракула в стиле Боха. Расслабленном таком вот формате. Хожу по дому, и мне так хорошо, знаете. Чего я вам советую? Вообще, знаете, дом это то место, где мы отдыхаем. Это то место, где мы проводим большую часть своей жизни. Поэтому не скупитесь на хорошую домашнюю одежду. На ароматы для дома. На какие-нибудь свечки, вонючки. Все в этом духе. Смотрите, какие сережки красивые тоже. Это вот у меня брюлы изумруды. Такой вот комплект и браслиц. Тут у меня брюлы, браслицы, изумруды и рубины. Красиво. Тоже вот такой домашний ювелирный комплектик. И цепочка такая бомжовская. Без подвесочки даже. Ну что, давайте начинать. У меня тут на руке эти ароматы. Я тут тихо ходил, короче, разнашивал их. И выявил самые успокаивающие варианты. Первый вариант это Энитио. У него даже успокаивающее название. Но это не маск терапия. Это такой вот белый кубик под названием Рехаб. У них, кстати, такие флаконы замурыженные. Вот эта крышечка у них постоянно покрывается болевотиной. Постоянно она какая-то грязная. В каких-то отпечатках таких болевотинских, видите. Таких гадких. Но это излишки производства кожного сала, девочки, наверное. Ну, это кайфово, знаете. Мне это ассоциируется с такой очень успокаивающей, мускусной мазью звездочка. Знаете. То есть, почему мы любим звездочку вообще? Потому что это что-то из детства. Это что-то такое успокаивающее. Когда тебя мама или бабушка мажет этой звездочкой. Или ты находишь в какой-то савдеповской аптечке звездочку. Ты открываешь, ломая ногти, эту маленькую железную баночку ебучую. Нюхаешь, и тебя сносят. Это такой, знаете, это детский наркотик, я бы сказал, звездочка. И это что-то в этом духе. Только это мускусная, мягкая, кашемировая такая вот звездочка. Есть в нем некая такая бальзамичность. Бальзамикам, сомолистость в этом аромате, который ограничивает с таким пудровым, нежным, мускусным блаженством. Чуть ли не кашемировым. Это словно белая кошечка. Такая, знаете, пушистая. С таким кожаным носиком, в которого ты тыкаешь пальчиком. И у тебя сразу наступает спокойствие и умиротворение. Очень хороший аромат. Он вот именно, знаете, какой-то рехабистый, действительно. Как будто ты после 10-дневного запоя попадаешь в рехаб. И тебя там вылечивают, излечивают, выпаивают этими, как это называется, капельницами от алкоголизма. Вот у тебя становится лучше. Хороший аромат рехаб, девочки, советую. Потом, я вам хочу покоримендовать Estee Lauder Radiant Mirage. Radiant Mirage. Это тоже вообще очень красивая история. К тому же сейчас идут дожди. И это будет просто волшебно. Что это, вы спросите? А я вам скажу. Это волшебные, гипнотические, заброшенные подвалы, где живут маньяки-разбойники, где хранится картошка с глазками с давних времен, которая уже проросла. Вы когда-нибудь были, у вас был когда-нибудь погреб в гараже, либо в частном доме, то вы наверняка вспомните этот запах сырости, этот запах какого-то земляных мокриц, этот запах после дождя, когда это все граничит с такой вот озомной свежестью, озонистой. И вы спускаетесь в этот погреб помочь родителям расставить там банки, эти все закваски, там вот эта тупая картошка на 10 лет вперед закупленная за чем-то и отсыревшая такая вот земля. И это примерно пахнет так. И это настолько роскошно звучит во влажную, сырую погоду, когда накрапывает дождь, когда мокрый асфальт, когда вы плюхаетесь, как дура, идете по лужам, эти лужи разлетаются. И на вас этот запах такого, знаете, отсыревшего подвала. Вот причем это не запах подъезда, это не запах подвала именно в квартирных домах. У меня вот прошлая квартира, я жил в таком доме, и там были подвалы, прям у многоквартирного дома. Это не тот подвал, это именно тот подвал, который под землей. Именно вот маленький подвал, он пахнет именно так. Это абсолютно умиротворяющая холодная история. В жару это совершенно не звучит, это будет роскошно звучать именно сейчас. На прохладное весенний вечер. Поняли? Очень красиво, очень успокаивающе. Вот потом, тоже, только сейчас, вот сейчас золотое время это все носить. Это Lumiere Blanche Alphatif Studio. Тут такая вот аплесцентная водичка. Водичка, она немного переливается, она такого голубоватого, мутного цвета. То есть, эта водичка, она совершенно не прозрачная, она имеет какой-то свой цвет. Она вот именно аплесцентная, она как опал. Видите, она не прозрачная, она с каким-то синим, даже отливом голубоватым. Она вот с синим отливом. Давайте, короче, брызнем. На блотере это нюхать совершенно нет смысла. У меня он на руке сейчас. Это просто наироскошнейшая, прохладная история. Вот знаете, тоже эти все ароматы, их очень сложно описать. Но вот если Radiant Mirage, попробуйте объяснить. Это да, пачуля, пачуля. Вот это да, мускус, рехаб. Ну вот. А это, это тоже вроде и мускус. И тоже здесь вроде есть и пачуля, и очень много специй. Кардамон, перец. Вот эти вот все моменты дела. Ну вот это звучит, знаете, как теплый чай со специями, кардамоном в ледяной, в ледяную погоду. То есть, знаете, за окном холод, сырость. Вот эта вот пронизывающая свежесть, дождь, мороз. И вы пьете на веранде такой вот теплый чай, такой вот еле-еле теплый чай со специями. Вот это пахнет примерно так. Знаете, он очень странный, очень мягкий. Это очень близкая история, в принципе, к нитиорихам. Потому что тут в обеих мускус, главная нота. Но здесь мускус именно теплый. Он с кардамоновыми такими вот оттенками, с оттенками черного перца. Вот этих вот всех согревашек и бадьяна. То есть, представьте себе мускусный чай. Многие сравнивают это типа с ароматом чистоты. Ну, возможно. Но это, скорее, знаете, не аромат чистоты, а аромат какого-то даже чистого тела. Вот так вот, скорее всего. Он очень тихий. В то же время он заметный и очень успокаивающий и расслабляющий. Вот очень хороший аромат. Прямо, знаете, такая вот тихая, спокойная, нишевая ниша. Красота неописуемая. И тоже тот аромат, который... Это мой фаворит из Florico. Это My Shadow of the Wall. Florico. Это концерн Мэма. Вот. Французская парфюмерия, которая косит под японскую. Ну и что это у нас? Это у нас роскошное сочетание озона, фиалки и побелки. То есть, знаете, побелки и звездки. И всего в этом духе. Потому что это роскошнейшее, просто наивнейшее сочетание. Я обожаю фиалку. А в таких видах я по фиалке просто обалделю. То есть, это, знаете, это именно цветы фиалки. Я здесь не слышу листьев. Нету здесь зеленухи. Здесь именно цветы. Фиалковые цветы. Побелка. Вот это, знаете, мел даже. Такой вот запах мела, запах школьной доски. Тоже такой вот сыроватый. И озонище. То есть, представьте себе стену, такую вот белую, побеленную. От нее вы отшкрябали вот эту всю побелку. Нюхаете. Вокруг вас много свежего воздуха. И бахните в эту дырку в стене фиалку. Вот так вот это будет пахнуть. Звучит это невероятно. Я бы их скоррелировал. Это одно. Похоже с Radiant Mirage. Если это такие погреба, погреб. То это такая вот известняковая стена, побелка, зоны фиалка. То есть, знаете, это очень достойный нишевый аромат с солирующей фиалкой. Роскошь да и только. И вот вы его носите. И вам так вот прохладно, хорошо и упоительно. И прям действительно такой вот сложный аромат спокойствия. Такая вот у нас подборка. Пишите, чем вы успокаиваетесь. Чем вы струячите. Смотрите меня. Слушайте радио. Мое. Подписывайтесь на канал, на телеграм-канал. Пишите комплиментики. Ну а с вами был я, Квасин. До новых встреч. Люблю, целую. Пока-пока.